Привет! Добро пожаловать в это видео-болталку. Здесь будет мало какой-то полезной информации. Просто хочу с вами пообщаться, рассказать про свои какие-то новости, про свои планы. Потому что скоро учебный год начинается, и скоро мы все войдем в такой вот супер рабочий режим. А пока я еще не знаю, как вы, я еще немножечко более такая расслабленная, поэтому захотелось с вами поговорить. Ну и давайте начнем с новостей. Ваши новости я буду ждать в комментариях. Рассказывайте, как вы провели лето, был ли у вас отпуск, что делали, как общие дела. Из моих новостей у меня был самый большой отпуск за последние, мне кажется, пару-тройку лет. Это прям целый август, потому что я, наконец-то, это была вообще мечта. Да, чуть ли не в моей всей жизни, я сделала лазерную коррекцию зрения. Я про нее вам тоже решила рассказать. Понятно, что не всем будет это интересно, поэтому я оставлю такие, наверное, блоки. И перемотайте просто, если вам это интересно. Но я хочу рассказать, если честно, даже больше для себя, потому что у меня сейчас воспоминания еще свежи. И, ну, если что, чтобы у меня как бы осталось в памяти. Ну, и, может быть, кому-то интересно, может быть, кто-то тоже хочет. Короче, почему я вообще решила это сделать? Потому что, очевидно, у меня было плохое зрение. У меня было зрение минус пять с половиной. Ну, то есть, это прям сильно плохое. Оно входит вроде бы еще в миопию в средней степени. Но это вот значит, что я без очков просто вообще ничего не видела. Вы меня, наверное, видели больше вот в таком же виде, потому что я в основном для видео надевала линзы. Но в последнее время и с линзами стали какие-то проблемы. Понятно почему. И вообще, в принципе, у меня глаза, они то нормально воспринимали линзы, то вдруг как бы никакие линзы они вообще не воспринимали. И мне надо было делать перерывы. Причем достаточно такие серьезные. Полгода-год, конечно, с линзами удобно, потому что ты их надеваешь. И все, и целый день практически все видно нормально, ничего не мешает. Там не запотевают очки, их не надо поправлять. Ну, вот эти вот моменты, они вас не беспокоят. Но все-таки у меня уставали от линз глаза, в принципе, постоянно. Даже когда это были хорошие периоды моих глаз, и когда с линзами еще было все нормально, все равно получалось так, что первые несколько часов все хорошо, а потом уже начинается такое, что какая-то вот сухость, постоянное ощущение инородного тела. Ну, то есть это тоже не идеальная ситуация. Я узнала про то, что есть такая процедура, как коррекция зрения, и я думала про нее как бы очень долго. Сначала я узнала, что ее нельзя делать до 18 лет, как бы вообще отложила, потом я вообще забыла об этом. Потом я поняла, что она стоит как чугунный мост, поэтому мне нужно было еще и как-то разобраться с финансовым вопросом, потому что это такое серьезное обложение. А, ну еще плюс ко всему, это надо как бы выделить время для того, чтобы глаза потом отдыхали, потому что две недели вообще нельзя ни в какие-то там экраны смотреться и так далее. Поэтому я обычный человек, который следует каким-то правилам, поэтому это тоже был вопрос. То есть надо было как бы организовать работу всех студентов, всех отпустить. И вот я решила, что все, этим летом все должно сложиться. Пошла, сделала диагностику, мне там проверяли зрение, куча-куча аппаратов. И сказали, что все нормально, да, мне все можно делать, но у меня проблемы еще оказались с сетчаткой, и нужно было делать еще две такие, не две, потому что у меня два глаза. И поэтому еще перед коррекцией мне нужно было делать, ну они тоже называют их операциями, укрепление сетчатки. Это такая более легкая процедура, когда я просто приходила, просто как бы садилась за аппарат, то есть это не то, что там вас готовят, там кладут куда-то, как-то, нет, оно все делается очень так местно. Вот, но процедура была вообще не очень приятная. Я, конечно же, практически упала в оборок, как обычно. А там в смысле ничего такого страшного нет. Я просто боюсь, когда мне вот что-то вот так вот в глаза там делают, светят и так далее. В общем, мне нужно было сделать это. Это тоже как бы с перерывами получается, что сначала сделали один глаз, потом через две недели делали другой глаз, потом опять две недели нужно было восстанавливаться. Ну и тогда уже можно было делать саму вот лазерную коррекцию. Она у меня называлась какой-то персонализированный фемтоласик, или его еще называют суперфемтоласик. Их много вообще операций. Я знаю, что самая такая клевая и самая новая вообще технология – это смайл, но у нас в городе его просто нет. Ну и все, в общем. Мне сделали все вот эти вот подогравительные процедуры, потом назначили, так скажем, день икс. Надо было еще собирать достаточно много всяких там анализы, рентген носа, я не знаю зачем, но я вот просто у кого спрашивала, вот кто делал, кто делал в каких-то вот других местах, у кого не просили рентген носа почему-то, мне просили еще рентген носа. Ну, короче, осмотр терапевта там отдельно, чтобы терапевт тоже одобрил эту операцию, потому что как накрутить, все какие-то вмешательства. Вот, и потом я еще как бы отпустила всех своих студентов на каникулы, сделаем всем там домашки, и все, как бы вот это подготовила. Мы со всеми условились, что мы идем отдыхать, потому что я знала, что я потом им даже как бы отвечать не буду, потому что я готовилась к такому супер детоксу от всех гаджетов. Вот, и в начале августа я пошла. Это все делается одним днем, то есть не нужно ложиться в больницу. Я буду, конечно, в подробности их рассказывать, потому что, ну, я знаю, что не все любят вот эти вот подробности про какие-то медицинские вмешательства, но в общем целом это было как будто бы даже менее страшно, чем укрепление сетчатки, которое вообще считается пустяковой процедурой. Я не знаю почему. Ну, наверное, правда, здорово, здорово, что там ты не сидишь, а лежишь, и поэтому в обрак упасть достаточно сложно, падать некуда. Вот, и так же, ну, как-то все это происходит очень быстро. Она сама процедура длится минут, наверное, 5-7. Там до этого еще я достаточно долго просто ждала, и, наверное, еще мне очень помогло то, что там были другие люди, ну, потому что это поток. То есть там в один день делали 19, что ли, человек эту же самую операцию, и мы все просто сидели, как бы ждали своей очереди, потому что многие, кто приходит, естественно, пораньше. Вот, и в основном это молодые люди, и мы что-то болтали, что-то там обсуждали, что мы там будем делать, как нам всем страшно. Ну, кто-то говорил, конечно, кто-то, нет, мне не страшно. Я говорила, типа, ребята, я сейчас умру. Ну, я правда думала, что вообще я умираю от страха, но как тут, когда я пообщалась с такими же людьми, когда я в такой ситуации, как и я, я такая, ну, вроде бы все нормально. Потом я увидела человека, которому уже сделали, и он вышел. Я такая, так, все, он живой, значит, все нормально. Вот, и все, и как бы потом, я уже зашла в операционную, мне там надели всякие там вот чапчики, вот эти штуки, специально обработали там кожу, глаза. Все, за 5-7 минут сделали вот всю вот эту вот процедуру. Там ничего такого, то есть нет никакой боли, нет никаких уколов, мне не мешали никакие расширители. Многие говорят, кстати, что мешают. Ну, у меня, вроде бы, глаза такого достаточно крупного размера, поэтому, ну, наверное, из-за этого. Вот. То есть все было нормально. И потом просто я встала, надела солнечные очки, пошла за медсестрой в общий коридор, то есть как бы вообще там надо посидеть, ну, просто ты сидишь вот в общем коридоре, как бы полчасика. Потом начинаются суперстрадания. Несколько часов было прям плохо. У меня очень глаза слезились, было супербольно. Я не знаю, почему нельзя какие-то обезболивающие капли капать. То есть вам капают их, ну, перед операцией, естественно, и один раз после, и потом уже нельзя. Потом нужно капать только капли, которые сказали, где-то там антибиотики всякие. Вот. Но какие-то вот, чтобы обезболить, ничего нельзя. И поэтому, да, было несколько часов, когда было прям плохо, слезы текли. Но все равно уже такое ощущение, что прикольно, что все видно. И там были какие-то ограничения, о которых рассказали. Первые сутки вообще нужно было проводить только в солнечных очках. И даже спать в них сказали в основном. От механических повреждений, чтобы глаза не трогать случайно во сне. Вообще глаза трогать нельзя никаким образом. Три дня даже не умывать, ничего. Только капли капать очень много. Нельзя там три дня. Ну, три дня вообще первые практически, ничего. Нельзя там голову мыть, умываться, трогать глаза, наклоняться. Какие-то вот такие вот моменты. Много достаточно капель там надо следить. Я прям по часам следила. И, да, на следующий день уже ничего не болело. Уже все было хорошо. У меня уже к вечеру, в принципе, уже ничего не болело. Все было хорошо. На следующий день нужно сходить на осмотр. И там врач нас всех собрал и рассказал все моменты, как нужно восстанавливаться. Все это время. Да, первые две недели как бы с ограничениями. Это не был прям суперполный детокс от экраночков. Я думала ему, что вообще нельзя никуда смотреть. Но нет, как бы сказали, что минут 15 в день на какие-то там сообщения ответить можно. Но так как бы ограничение зрительной нагрузки на близком расстоянии. То есть работа с компьютером, читать, писать. Ну вот все, что близко. С ограничениями первые две недели. Потом как бы можно. Ну тоже сказали, что глаза еще будут уставать и зрение еще будет прыгать. Об этом предупреждали. Что то получится, что похуже. Это нормально. Нельзя там тяжести поднимать. Глаза тереть вообще в принципе нельзя. Нельзя носить косметику. Никакую даже уход, кстати. Вот. И декоративную косметику в принципе нельзя достаточно долго. И знаете, что вам забавно? Я думала, что это как раз вообще не будет для меня проблемой. Потому что я такой человек, который красится не очень-то часто. Опять, странно. Если вы смотрите моё видео, то как бы всегда видите меня с макияжем. Но мне нравится этот процесс вообще очень. Но в основном, как раз, когда я могу снять видео, у меня есть свободное время, я и накраситься могу. И спокойно как бы насладиться этим процессом. И мне нравится на видео, как больше смотрится, когда я с макияжем. Вот. А в обычной жизни нет. Я хожу на крашеное очень часто. Но вот почему-то, знаете, именно когда нельзя, очень хочется. И даже сейчас я понимаю, что мне как-то очень некомфортно вот это вот именно, что я на камере снимать. вот так вот. Поэтому, наверное, это моё самое откровенное видео. Когда же вы ещё вот так вот меня будете лицезреть, даже не знаю. Я даже думала, что как бы, ну, из-за вот этих вот ограничений я и снимать ничего не буду, потому что мне не нравится, как я смотрюсь на видео без макияжа. Но как бы муж сказал, что всё очень красиво. Поэтому я решила, что... А, пофиг. И решил как раз выбрать такую тему, которая не наберёт очень много просмотров. Поэтому я готова когда-нибудь с узким кругом лиц поделиться вот этой вот своей натуральной красотой, так скажу. Мне вообще было интересно, что же я буду делать вот эти вот две недели, когда, ну, толком вообще ничего нельзя, потому что я поняла, что моя жизнь состоит из зрительной нагрузки на улейском расстоянии. Я как бы всё делаю, вот такое что-то. Ну, как бы даже, что вот я в отпуске, но вот обычно, если я в отпуске, я бы посмотрела какой-нибудь сериальчик там, повязала бы что-то ещё. А здесь получается, что, ну, ничего нельзя. Поэтому были предприняты такие действия. Ну, сначала я вообще как бы потусила у родителей, пообщалась там с родственниками. Также я скачала все книги про ведьмака и все их прослушала. Очень понравилось, кроме последней книги, но об этом мы поговорим, наверное, в конце года, когда я буду рассказывать вам про прочитанные книги. Также я там встретилась с друзьями, разобрала практически все шкафы дома. Это вообще, мне кажется, невероятно. Довязала кардиган, потому что я выяснила, что там у меня был очень лёгкий паттерн, и я могла вязать закрытые глаза. Ну, и в целом, ходила гулять даже за какой-то одеждой. Я ненавижу шоппинг, но как бы, когда делать больше нечего, приходится посмотреть. Я купила лучшую футболку, но это типа как матист, столько с котиками, у котика, да? Вот. Все, и потом как бы в третью неделю я уже начала вот вводить вот эту нагрузку тоже с ограничениями, с каким-то отдыхом, чтобы не сразу резко. И я, в принципе, рада, что все делала именно так, а не иначе, потому что сейчас я вижу, что, ну, все в порядке, у меня даже зрение не прыгает, то есть оно постоянно такое прям суперклёвое. Но это вообще какая-то... Я не могу это описать, наверное, людям, которые имеют хорошее зрение, потому что если вот у вас навсегда такое, вы, наверное, не поймёте. Но просто вот когда ты всю жизнь жил с плохим зрением, и вот вдруг... А у меня начало падать в первом классе, поэтому я не помню, какая была моя жизнь, когда у меня зрение ещё было хорошее. У меня зрение сейчас даже вот лучше, чем когда я носила линзы, хотя линзы у меня были практически вот такие же, как моё зрение, поэтому я думала, что будет примерно то же самое, но даже вот эти, знаете, там мистики на деревьях, цветочки, какие-то люди с лицами, оказывается, машины с номерами, представляете. Вот. Это сложно как-то вот описать, потому что у меня какой-то разрыв мозга до сих пор происходит, что типа, ой, это вот мои глаза серьёзно, вот это могут видеть, и я ищу очки постоянно до сих пор, то есть уже вот три полной недели прошло, когда просыпаюсь, я как бы тянусь за ними, так как-то умываться, и думаю, я хочу их снять. Вот. Поэтому я думаю, что это ещё долго сохранится, потому что эти рефлексы, они настолько уже вот врастают у вас, что, ну, невозможно от них так быстро избавиться, но это, конечно, забавно. Ну, в общем, пока я какая-то вообще супернавероятно довольная. Посмотрим ещё, что будет, когда я начну работать, когда будет очень много нагрузки. Ну, как бы я подозреваю, что глаза, наверное, будут уставать, и вот этот вот синдром сухого глаза нам обещали, что он сохранится ещё довольно-таки долго. Но в любом случае, вот сейчас пока я могу сказать, что, ну, это вообще чуть ли не, ну, вот одно из лучших вещей, которые со мной случаются. Естественно, я никому не советую, не рекомендую, потому что, ну, типа, логично, это решение каждого человека, это вмешательство в ваш организм. Несмотря на то, что эти операции, они сейчас минимально инвазивные, это всё равно операция. И есть риски в любом случае, может что-то там пойти не так. Поэтому здесь каждый человек сам решает, если, например, вам не мешают очки. Ну, почему нет? Вот. Это был раздел новости. Теперь перейдём к разделу планы. Потому что вот сентябрь, мы уже очень сильно не загорали. Я со следующей недели начинаю работать. Ну, я уже на этой неделе как бы работаю, делаю какую-то подготовительную работу. Вообще у меня каждый год цель как-то попытаться минимизировать вот это вот стрессовое состояние в сентябре. Даже когда много студентов, например, не уходят на каникулы, ну, взрослые, они же летом занимаются. И вот как бы все занимаются, всё хорошо. Всё равно получается каждый год, что сентябрь – это какой-то стресс. Есть какие-то новые люди, есть какие-то школьники, у меня ещё они остались, которые уходят на каникулы, которые потом не могут определиться, какое им нужно расписание, потому что у них, ну, все вы это знаете, я думаю, всякие там бассейны, танцы, муникальные школы. И каждый год я хочу попытаться как-то вот минимально сделать этот процесс стрессовым, чтобы не было такого, чтобы вот эти сообщения, они ввалились каким-то валом, постоянно кучей, и надо вот разруливать, что кого куда поставить, кого надо сдвинуть после того, как поставили, потому что там другой сказал, что вот у нас вот только такое время и никакого другого. Наверное, вот прям полностью избежать этого не получится, и всё равно у меня до сих пор есть вот эта вот интрига, какое же у меня будет расписание на следующий учебный год. Но всё сейчас гораздо лучше, чем во все предыдущие годы. На этом моменте мы сейчас находимся, потому что, во-первых, у меня осталось больше половины студентов, моих взрослых по старому расписанию, которые ничего не захотели меня, всё, мы просто с ними вот как бы ушли в отпуск на весь август из-за меня, не из-за них. И я им всем просто отписалась за неделю до начала занятий, и они как бы всем мне написали. Только один человек упросил поменять время. Один день мы там поменяли. Вот. То есть у меня есть все мои вот эти вот старые взрослые, которые просто остаются. Я их в расписании уже себе вписала. То есть я уже вижу какие-то мои свободные окна. Потом я назначила собеседование для новеньких. Почему я провожу собеседование? Это непробное занятие. Я уже, кажется, рассказывала, но просто на всякий случай скажу. Потому что мне нравится с глазу на глаз обсуждать какие-то организационные моменты. Мне хочется, ну, во-первых, мне хочется человека протестировать, потому что у меня не раз уже было такое, что мне человек пишет и говорит, что, ну, он английский когда-то учил, сейчас уже всё забыл, вообще ничего не знает, а там бы один. Вот. Ну, как бы бы один, это ничего не знает. Это, ну, то есть люди иногда оценивают себя вот не совсем, может быть, как-то правильно, это нормально. Нам сложно иногда бывает себя оценить. Вот. Поэтому мне легче с человеком пообщаться просто 10 минут, поговорить с ним на английском, для того, чтобы понять всё-таки, что у нас, где мы находимся. Мы проговариваем цели, я показываю вот эти технические моменты, как там работает платформа или там доска, на которой мы будем заниматься, как это всё сделать для того, чтобы уже на первом занятии мы могли бы просто вот встретиться и начать конкретно работать, чтобы не было вот этих вот технических каких-то неполадок, каких-то непонятных моментов, чтобы всё, я просто на этом собеседовании, оно длится недолго, просто вот мы общаемся, обсуждаем, цели, программу, на что нам нужно там обратить внимание, например, технические моменты, организационные моменты. Всё. Потом обсуждаем конкретно время и уже, соответственно, со следующего занятия спокойно начинаем продуктивно работать. Я даже специальное здесь собеседование поставила как бы в разное время, в разные дни, не подряд, потому что ещё у меня вот был такой прокол, например, и так давно, когда появилось сразу два новых студента, было в июне, и я им скинула свободные окна, обеим, в одно примерно время, и ответили, и, конечно же, окон было много, ну, то есть там вот посередине у меня обычно вся свободная, поэтому я вот там пишу, прям много-много там список, много свободных окошек, естественно, они выбрали одно и то же время. И как бы получилось, что сначала один человек выбрал, и второй написал, буквально вообще, типа через 10 минут. Они сначала сутки молчали, а потом вдруг решили мне написать, и выбрали одно и то же время. Это, конечно, было очень странно и смешно. Ну и, конечно, кто написал первым, получил это время, а кто написал вторым, я такая, «Ой, извините, пожалуйста». Ну, объяснила эту ситуацию, вот, поэтому, чтобы не совершать таких ошибок, и опять, чтобы спокойно всё вот это проходило, вот эта вот подготовка, я теперь оставлю ещё и окна между вот этими собеседованиями для того, чтобы нормально, чтобы один человек выбрал время, потом другой человек выбрал время. Но у меня на самом деле не так много, у меня сейчас 3 новых студента, поэтому всё не так страшно. и потом мы посмотрим. Есть также ещё студенты, школьники, вот как раз вот эти вот самые, которые всегда самые последние, всегда со своими там музыкальными школами. И честно, вот есть одна девочка, с которой мы вроде определились, которая мне заранее как бы сказали, что всё, мы выходим с каникул, будем заниматься там сентября. И вот есть двое вот эти вот типичные, прям трудные подростки, которые у меня вот ещё к сожалению остались, которые мне ничего не написали. То есть время у меня сейчас 29 августа, от них ни одного сообщения есть. Честно, я им не хочу писать. Я вот думаю о том, что надо написать, спросить там, вы планируете вообще продолжать занятия, и просто я не могу себя составить, потому что я не очень хочу их видеть. Может быть, это вообще неправильная позиция. Давайте сейчас. Не надо делать так, как я. Надо как бы проблемы решать, не надо их откладывать. Вот. Но я решила всё-таки отложить эту проблему, потому что я решила сначала сформировать расписание с теми, кто хочет заниматься, чтобы всё как бы у меня было хорошо. И если они напишут, и как обычно напишут, нам подходит вот только вот это время, вот только вот эти два дня в неделю, которые, кстати, они потом будут менять постоянно, то я им скажу, что им придётся либо выбирать из того, что осталось, либо мы не будем с ними продолжать сотрудничать, и тогда я смогу взять ещё одного или двух человек. Вообще, конечно, я знаю, что многие мне сейчас скажут, типа, если ты не хочешь с ним заниматься, да, отказывайся от них, и всё. Но я не знаю, так как у меня вот мало осталось этих подростков, мне как будто вот, знаете, хочется не терять этот скилл. Всё ещё вот работать с подростками, и всё равно это какой-то как будто бы челлендж, потому что, ну, они прям сложные. И мне хочется как будто вот как-то научиться с этим справляться. Я придумала систему мотивации, может быть, это сработает, потому что одна там девчонка вообще с СДВГ. Ну, это прям тяжело. Вот. И, ну, я подумала, что всё-таки, если они объявятся, то, наверное, ну, мне надо просто вот для себя, знаете, вот для такого вот опыта и для того, чтобы не терять скилл работы также с какими-то вот сложными студентами, потому что у меня какая-то такая идиллическая картинка сложилась. Вот мои вот, ну, как бы старые взрослые, которых я вот уже знаю, они вообще какие-то все чудесные. Вот все хорошо занимаются, делают всё, что я скажу, выполняют домашку, там пытаются вот новые конструкции, как-то вот в речь, использовать их. И вот всё так хорошо, я начинаю вот уходить вот в этот вот розовый мир, что вообще всё здорово, но всё-таки нет, мне надо немножечко тоже понимать, что студенты бывают очень разные, поэтому, ну, наверное, вот ради этого я хочу продолжить заниматься вот с этими моими сложными студентами. То есть я очень надеюсь к концу недели, ну, вот к вот этому вот четвёртому сентября, когда уже начнётся такая вот рабочая неделя, установить расписание, ну, если не полностью, то практически полностью. Моя какая-то супер-мечта это 25 часов в неделю, ну, то есть по 5 часовых, у меня уроки все даются 60 минут, по 5 уроков в день, ну, плюс по 3 часа на подготовку будет входить железно, и получается, что это вот такие типичные 8 часов работы, ну, может быть, чуть побольше иногда, естественно, все вы знаете, как это, когда начинаешь какой-то материал искать и так далее, но всё-таки вот примерно так. Я бы очень этого хотела. Что-то мне кажется, что не получится, что в итоге у меня всё равно будет больше, потому что всегда я хочу себе брать нагрузку меньше и всегда каким-то образом получается, что я беру себе больше, чем я изначально хотела, но мы посмотрим. Ещё из нового введения я решила прописать для всех новых студентов, которые приходят, памятку с какими-то организационными моментами. Может быть, конечно, супер по-хорошему было бы составлять какой-то договор, и, наверное, если там у вас школа своя или какой-нибудь ИП, то, может быть, договор это здорово. Я пока как-то ещё не доросла до всего этого, и решила, что я не буду это всё юридически так оформлять, ну, или как-то правильно оформлять, я сделаю это как памятник, потому что в любом случае мы договариваемся на какие-то организационные моменты. Я их всегда проговариваю обычно, но здесь это будет ещё и в виде текста для того, чтобы у студентов было ещё и письменное такое напоминание, что нужно делать, что не нужно делать. Ну, не такие очень гибкие правила, на самом деле, но какие-то есть. Я, наверное, даже эту памятку выложу у себя в Телеграм-канале, потому что мне не жалко, потому что, может быть, вы тоже хотите составить что-то подобное, и очень полезно читать какие-то примеры. Понятно, что вы не сможете её взять и использовать в работе, потому что у нас у всех разные правила, разные какие-то видения того, как это всё должно выглядеть, но я просто когда составляла, тоже, я даже гуглила всякие договоры во всяких там онлайн-школах, например, и смотрела примерно, там сравнивала, что я бы хотела видеть, что нужно не забыть, и поэтому это может быть полезно для вас тоже. То есть, вот в планах получается работать теперь уже прям в 80% со взрослыми, чуть-чуть у меня остаётся ещё подростков, не работать с детьми, уже второй год подряд, очень этому рада, вот, не брать слишком много нагрузки, хотелось бы, конечно, ещё и свой язык как-то поддерживать, я вот думаю о том, чтобы попробовать учиться со стади-бади, здесь не то, что мне нужно кого-то найти, мне подружка предложила и сказала, что, а давай, вот мы попробуем с тобой вот так, и я такая, почему нет, ну там с ней тоже конечно надо там расписание установить, посмотреть у кого оно какое, когда мы совпадаем, я не знаю, вот для меня это всё-таки сложные моменты, как-то я всегда вот выставляю сначала работу и уже потом, что останется, я вот как-то могу какие-либо свои дополнительные там занятия ставить, это всегда сложно получается, и ещё из каких-то обучений, наверное, я бы хотела научиться как-то готовить к ЕГЭ, просто потому, что придётся, у меня есть одна студентка, с которой мы занимаемся с её третьего класса, вот она закончила девятый, и из-за этого мне пришлось научиться готовить к УГЭ, УГЭ, она, кстати, задала пятёрку, всё хорошо, всё нормально, я ходила, как бы, я ходила на семинар по УГЭ, даже на оффлайн, один, я там много всего читала, разного, но всё-таки ЕГЭ это ещё посерьёзнее, я, наверное, не очень хочу прям делать это своей такой спецификой, но понимаю, что, ну, она мне уже сказала, что всё точно, ЕГЭ сдаю, готовься, грубо говоря, вот, поэтому мне это надо, и если кто-нибудь мне посоветует какие-нибудь там обучения, будет очень здорово, вот, а так у меня остаются в основном взрослый, в основном общий английский, прибавляется немножечко бизнес-инглиш, тоже для меня новая сфера, буду изучать, и остаётся у меня тоже экспериментальный до сих пор медицинский английский, тоже рассказывала вам уже, и в телеграм-канале рассказывала, что у меня есть студент, то есть я не могу ему брать любой вот учебник для врачей, потому что вот он на первом курсе, он вообще ещё ничего это не знает, то есть вот это вот общение с пациентами, ему это всё ещё очень далеко и сложно, он больше хочет сейчас, ну, грубо говоря, анатомию на английском, и поэтому мне приходится из очень разных источников вот это вот всё таскать, составлять какие-то задания, я трачу на это какое-то колоссальное количество времени, и, ну, это просто эксперимент. Ну и тут как ЕГЭ получается, я надеюсь, что, ну, если уж я вот этим занимаюсь, тратить столько времени на это, я надеюсь, что хотя бы мне это когда-то ещё в будущем пригодится, потому что получается, ну, так как у меня опыта не было, я не могу с этого студента брать какую-то более высокую цену, то есть он мне платит вообще как старый студент за обычный общий английский. Получается, ну, самое такое неприбыльное занятие, потому что я там по три часа готовлюсь к урокам, но это как-то нечестно, например, назначать высокую цену, когда я сама в этом ещё пока не шарю. И, собственно, с помощью него я начинаю в этом лучше разбираться, очень надеюсь, что кому-то ещё когда-то это понадобится, потому что если просто, ну, нет, просто это даёт мне, в принципе, много новых знаний, что тоже здорово, мне вообще очень нравится вот эта вот тема, медицинский, английский, это очень интересно, я там смотрю сама познавательные видео, много чего знаю, классно, да, биология, анатомия, вообще супер, вот, ну, это же клёво, если потом это ещё и, ну, как-то будет адекватно, может быть, кто-то ещё придёт, может быть, кому-то понадобятся вот эти материалы, которые я там напридумывала, я всё время там насоставляла. Вот. Вот такие вот дела, то есть обучаться я бы хотела в этом году ЕГЭ, бизнес-инклишу, ну, и всё ещё продолжать вот этот медицинский английский. А, ну, ещё, конечно, работе с моими трудными подростками, если они вообще ко мне придут и попробовать эту систему мотивации, я её подсмотрела на одном обучении, что, ну, там, даётся стикер при выполнении ряда каких-то вот вещей по типу, там, ну, сделать всё задание, там, прийти вовремя, ну, вот всякие вот эти вот, казалось бы, обычные моменты, но для таких вот трудных учеников это совсем необычные моменты. Это, если это всё совпадёт, это вообще какая-то невероятная история. А тут, возможно, у них будет больше мотивации, потому что, когда они собирают определённое количество вот этих вот наклейчик, им будут какие-то там клёвые бонусы. Опять же, я это всё прописала, я это всё им как бы дам и посмотрим, сработает это или не сработает. Опять, если что-то будет, например, хорошо работать, естественно, я вам всё расскажу, как обычно. Такие планы. Памятка будет в Телеграм-канале. Новости о том, смогла ли я взять себе всего лишь 25 часов нагрузки или взяла больше нагрузки, тоже будет, скорее всего, в Телеграм-канале. И от вас я очень жду и ваши новости, и ваши планы, как у вас с нагрузкой, как у вас вот с этим вот сентябрьским стрессом, есть он или нет. Может быть, вы вообще не прекратили работать, и поэтому у вас вообще ничего не меняется, и всё гладко идёт по расписанию. Короче, расскажите, мне очень интересно, как у кого это всё проходит. Мы с вами увидимся скоро в следующих видео. Пока!